Здравствуйте, Игнат Иванович. Добрый день, Александр. Я просто вчера не досказал. Можно задать вопрос дальше? Вы на будущее знаете. Сначала правильно сделали, написали. Притом я не разрешаю приходить чаще, чем один раз в две недели. Так что сегодня вы накопите вопросы, потом товарищи, потом мне запрос сделать, и когда я свободный. Хорошо. Так у нас за день накопилось 20 вопросов с товарищами. Я слушаю, говорите. Двойной отца и сын, и все, дух аминь. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против. Во славу Христа. Во славу Божию, говорите. Первый вопрос как раз вчера, когда я поприветствовал Владимира. На Афоне самое краткое благовестие – Христос воскресе, воистину воскресе Христос. То есть это как бы благовестие. Ваше мнение? Наше мнение такое, как всегда было у русского народа. Праздник приходит не в Страстную неделю, а когда Пасха Христова. И приветствуется до Вознесения. После Вознесения приветствия этого нет. Все остальное выдумали люди сегодня, с сегодняшнего дня. Подражает Серафиму Саровскому, он говорил, да мало кто еще не чудит. Поздравляем с Рождеством Христовым. А я буду говорить другое приветствие. Не положено это? Конечно. Никогда этого не было. Вот Христос воскрес 40 дней. Все, за этим кончил, за следующей Пасхи. Понятно. Переходим к следующему вопросу. А так называемых православных, в кавычках, которые верят в карму, астрологию, медитацию, года животных, переселение душ, увлекаются фэн-шуем, талисманами на удачу, восточной мистики, индуизмом, буддизмом, даосизмом, синтоизмом и прочим, что нам принесли на нашу русскую землю. Как относиться к таким православным, которым подходишь, а они даже в храм ходят, которые исповедуют? Мы православные, у нас есть еще и книга правил, кроме Святой Библии, где прямо показано, что за это есть. Вот он знает с этим. Например, сказать, допустим, человек колдует. 18 лет приравнивается к вольному, заранее составленному плану убийства и убийству. А если он только этого человека, ну, сходил к нему, сходил к колдуну, чтобы поворожили там вот восточными, занимается где-то 5 лет. А если просто в дом пригласил его и там накормил и побыл, на 2 года отлучается, все, включай правила. И сразу будет видно, кто в церкви, кто не в церкви. Почему сегодня этим занимается? Потому что есть батюшки, называются любвисты. Всех люблю, никого не осуждаю. Одно, без пропуска, без пробела, напишите вот одно слово. Всех люблю, никого не осуждаю. Это означает, что без испятимии допускают до причастия. При любом грехе. Ян Заталус говорит, гибнет и тот, кто допускает, и кого допускают. Святые отцы. Мы считаем населенских соборах вместе с поместными полторы тысячи епископов, полторы тысячи. Многие из них канонизированы. И вдруг сегодня постановили, любой какой-то там архиерей может все отменять. И православия-то нет никакого. Разбойники, пираты захватили корабль. Весь ответ. Полностью согласен. Ну просто я еще хочу добавить. Есть так называемые люди. Ну я почему сказал так называемые православные. Которые, знаете как, они по нашей русской пословице и богу свечку, и бесу кочергу. Когда они, знаете, говорят, ну да, мы православные, крестик носим. Ну по телевизору же показывают вот эти все восточные, вот эта вся мистика, магия. То есть это нормально, что верят там гороскопы. Вот ваше мнение, что это категорически же нет. Они нет. Кто-то это сказал и в храм ходят. Как относиться с таким людям, которые, ну для них Евангелие не авторитет, Святые отцы не авторитет. Ну значит, человек чужой, он должен, если только ведет себя нормально, в храм доступ есть, но на литургии верных он не может быть оглашенный из-за дети, они должны выходить. И все. Вопрос-то решается по канонам. Не просто я захотел бы это. Если это не церковь, тогда может хоть кто ходить. Это уже не церковь. Это просто вертеп разбойников. Ну понятно. Просто люди, которым трудно объяснить, что если вы носите крестик, то вся эта вера в астрологию, рентитацию, там, для животных, фэн-шу, они совместимы. Нет, нет. Там облакогонители, верующий примет, там все перечисляется в канонах. И поэтому надо посмотреть, какой канон подходит к этому делу. А его ознакомить, и до свидания. Как говорится, за хвост да в яму. Согласен полностью. Кстати, об этом протодиакон Кураев в книге написал Даре Анафима, что это восточная мистика, в кавычках, она от бесов. Очень хорошо в книге. В прошлые времена, это еще при Патриарх России в Втором, там было какое-то заседание, я сейчас не знаю, как его назвать правильно, Рерихов, Блаватскую, всех занесли вне церкви. Вы знаете это решение. И так, тут толковать уже нечего, уже решение принятое. Притом правильное решение. Да-да-да, все этих Рерихов, Блаватских, прочих. А вот Леонида Андреевна, Роза Мира. Да-да-да, тоже. И вот они распространяли ее, я вывесил объявление, я ввел занятия в пяти университетах сразу. Ну, большой, огромный зал выделили, и они пришли. Каждому было доносово. Но прежде выступил я, первый раз я организатор этого был. Я расчертил все на доске, показал, они сидят там. Ни один рта не раскрыл. Я брал каждое из какого места страница, показывал, как есть, и что об этом говорит Святая Библия. Во Святой Библии разбирал, не то, что я там умничал где-то. Вот он говорит так, Библия вот как говорит. Так, вы считаете православными? Вы уже отошли от православия. Дальше. Вы не православные, значит, что вам готово. Незнание закона не освобождает от наказания за нарушение закона. Ни один не выступил, ни один. А пришли с намерением доказать и показать. Ничего, все их шрастры провалились в ад. Понятно. Агни-йоги я занимался специально, а Агни-йоги показать, как есть. Приходится иной раз время тратить на это. Та же самая бесовщина. Полностью согласен. Ну да, переходим к следующему вопросу. Вот у нас у православных людей, особенно более такого среднего поколения, есть такое, я бы сказал, суеверие, когда начинают верить. Вот что-то случилось там на Петра и Павла, что-то случилось там на Казанскую. Они связывают календарь со своей жизнью. Это суеверие или же это традиция наша? Ну то есть связывают с каким-то праздником, с каким-то событием. Вот я родился на Петра и Павла, значит, я вот такой горячий, как Петр. И когда человеку объясняют, что это, наверное, не так, начинают говорить, не лезь, это у нас традиции. Вот что это? Я вел одно время, три радиопрограммы регулярные. Воскресная у меня передача была онлайн, часовая. Каждое воскресенье часовая программа, прямой эфир. Вопросов масса было, очень много. И приходилось на это отвечать, на такие вопросы. Вот этот человек думает так-то, а что за этим есть? Вот если Валентина, то Валентина, она должна быть чернявая, у ней много ребятишек. Вот если совать, то вот так-то. Я обещал, на ваши имена дам ответ. Но у меня другой совершенно подход. Я решил объяснить сначала, что означает такое-то слово, там Борис Ельцин был, Борис. Какое значение оно имело в России? Что оно означает? И связываясь с первым родоначальником этого имени. Если это Владимир, значит, я объясняю, кто такой Владимир. Если Геннадий, я начинаю говорить Геннадия о патриархе. Первый Геннадий. Так звонки пошли, хоть один человек про Зюганова хорошо сказал. Я говорю, я о нем даже и не думал. Я дал понять. То есть, если у тебя есть имя, оно еще ничего не говорит. Хотя ты должен призадуматься. Что оно означает? Евгений, почтенный, там это, избранный. Ну, пожалуйста, делай так. Делай. Наталья, там, рожденная. Ну, и ты будь рожденная свыше. Я увязываю биографию, рассказываю житие святые этого святого и показываю, какая она должна быть. А вы ей подражайте, независимо от цвета волос и сколько у тебя детей. Ну, да. Ну, даже можно по мне пример привести. Перед 17 был светлый волос, а потом стал каштан на волосы потенил. То есть, это все глупости. К житиям святых привязку делай, к житиям святых. Если этого имени нет в Святой Библии. А если это имя нет в Святой Библии, Петр и Павел, я рассказываю биографию и зову к подражанию. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Я ничего не выдумываю. Ну, вопрос, знаете, стоял, я немножко, может, неправильно объяснил. Когда люди, как им сказать? Вот я был в случае, когда был юношей, ну, вообще маленький, подростком. Мы пришли с другом к монахине в гости. А монахине больше 90 лет было. И мой друг принес ей иконку. Она говорит, да, вот это к смерти. То есть, люди, когда связывают какие-то события с каким-то... Мне показалось это не очень грамотно, что это как-то элемент нашего фольклора церковного. Об этом, кстати, тоже пишут... Ну, мы уже говорили и Алфеев, и Кураев, и вы говорили. Когда люди связывают... Ну, книга отца Андрея Кураева знаменитая. Оккультизм православие. Когда люди начинают, ну, те же самые стереотипы переводить на какие-то события из истории христианства или... Знаете что, тут нужно сказать, раз на раз не сходится. Надо определенно смотреть, что это. Какое было первоначальное событие, на что оно указывает. Вот я веду занятия. Неоднократно меня спрашивали. А вот говорят, Михаил Меченый. Михаил, а там, Валерий Горбачев был. Да еще и Меченый. Михаил есть. Но говорят, в Библии что-то написано. Я говорю, написано про Архангела Михаила, но не больше того. То есть надо знать, вывести, что это означает. А бывает, за этим что-то кроется. Вот у меня имя. С греческого переводится неизвестный, незнакомый. У меня по биографии так получается. Вы то говорите как баптист, то как старообрядец, то как католик. То есть люди не понимают. А другое, перевод с латинского. Это редко, что имя переводится с двух языков. Это огненный, серофим. Ну вот видишь как. То есть не будь безразличен. Понял вас. Игнатий Тихонович, перед тем, как перейти к следующему вопросу, я вам материал прислал, вы смотрели? А какой? Это не дело общей публики, а вы посмотрите, я вам прислал в скайпе. Когда прислали, когда? Ну в прошлый раз, когда мы с вами говорили. Ну, 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 я думал сейчас, вот прямо сейчас. О чем, скажите? Мне материалов знаете сколько? Только из Греции сегодня 4 ролика прислали, чтобы давно не хочет ролика. Это вообще... Ну, мы же уже не раз беседовали насчет так называемых родноверов, неуязычников. Я вам прислал материал Иван Лесков, бывший неуязычник, который вернулся в православие. И вот я вам материал прислал по этому теме. Махнача прислал, Лескова, и потом в Петербурге дьякон Василик, я забыл, как его зовут. Ну, посмотрите, я вам прислал. Все их мифы разбиваются по пунктам. Понимаю. А Иван Лесков, он очень грамотный, очень начитан, он посвятил много, можно сказать, много лет с этой бредятине, учился у них. И потом, слава Богу, вернулся к нам назад в православие. Можно переходить к следующему, да, вопросу? Нет, я вам объясню сейчас. Сегодня мне скинули большой ролик. Два часа и, кажется, 40 минут. Андрей Ткачев, священник такой. А, ну... И ему там сидят родноверы в зале и задают вопрос, он отвечает. Видно, что отвечает со знанием дела. Я никогда в это не увлекаюсь. Никогда. Меня Бог не посылал для того, чтобы я разбирал все эти пакости их. Мне нужно возвестить о Христе и показать. Языщество отвернуто Богом, как сатанизм. Принося жертвы идолам, они приносят жертвы бесам. Бесам. Я должен это показать. А он не поверил, не поверил, я отошел. Мне не надо глубины сатанинские изучать. Слово Божие говорит, не наложу на тебя наказание за то, что ты не знаешь глубин сатанинских. Это глубины сатанинские. Да, выдумали это евреи, они этим привлекли. Он рассказывает о том, что это противоположные два конца язычества евреевства. И ненавидят друг друга как будто, но в ненависти к христианам они объединяются вместе и идут. Разбор хороший делает здесь. Но он не нужен совершенно. И никого он не обратит. Люди сидят здесь, если это твои какие-то клиенты, прихожане, слушатели. Ты мог заранее объявить. Приходите все с бумагой. Приходите с ручками. Будете писать. И принесите святые Библии. У каждого, что была Библия, он мог листать, смотреть и проверить. Ничего этого нет. Он говорит, сидят, хохочет. У меня внутри все сжалось, вот как отвечает. Батюшка-то видно, речистый. Но говорит так, как будто он совершенно неверующий. А крестится вот так, вот так. Посмотрите на меня. Дальше вот так. И вот здесь вот перекрест. Вот здесь вот. У него крест перевернутый, он как колдун. Крест перевернутый. Он, вот если раньше говорили на грудь, теперь понимает, надо так, чтобы после поперечины вот эта полоса до руки была больше, чем вверху. Ты начнешь и крест перевернутый. Это колдуны только так делают. И вот он объясняет это столько. Там в зале сидят, хохочут. Я стою, я не могу слушать. У меня сжимается все. У меня слезы на глазах. Идти в храм надо, я прям до минуты дослушал все-таки его. Зачем он это говорит? И в конце я вижу, он неверующий совсем. Он о Суде Божьем ни одного слова не говорит. Он красуется сам собою. Как будто бы какой-то куль, большой мешок с просом дали. Он несет, а там его разорвали ножом, и все сыпется из него. У меня даже мысль пришла. При смертом счастье язык во рту не уместится. Это столько говорить. И ни шагу не сделать по отношению ко Христу. Тебе дам доступ к народу. И когда меня спрашивали в университетах, говорили, Ну, понимаете, Россию разваливают, союз лопнул. Кто виноват? Я говорю, на первой скамье будут сидеть, если суд будет за развал России. Священники, учителя, профессора. Кто имел доступ к душам народов? Вот они главные виновники. Они имели доступ к сердцам людей и лукавили, хитрили, лицемерили. Нужно прямо было сказать, где нет Христа, напрасно время тратить. Мне очень нравится изрещение Лютера, Мартина. Он говорит, в мире есть одна книга, Библия, и одна личность, Христос. То есть все остальное ведет к Нему. Если там этого нет Христа, зачем мне это? Это был роман такой, Чингиза, Айтма, это оплаха. В конце говорит, куда эта дорога ведет? Он говорит, ни к храму нет, а зачем тогда эта дорога? Вообще она не нужна, эта дорога, если она ко Христу не ведет, ни к храму. Дальше. Ну вот у меня вопрос. Я, кстати, по поводу того, как все оккультизмы, который я задал вопрос, это, который нас будут люди смотреть, наши православные, потому что я знаю многих так называемых православных, которые не брезгуют с этой гадостью, о которой мы говорили. Но сейчас следующий вопрос, опять же, о так называемых православных, которые увлекаются йогой. У меня вот был случай, лично расскажу, когда я в Аномарио, был помладше, юношей, и на клиросе у нас там был один очень хороший перчи, Артемий его зовут, вот, ну он восточным единоборствам увлекается, и крест носит. И смотрю, он рассказывает своим, между паузами, своим коллегам по певческому цеху, что хорошо соревноваться йогой, медитацией. Я прям при всех его остановил, говорю, Артемий, ты находишься в храме Божьем. Какая йога, какая медитация, мы христиане, ты крест носишь. Он говорит, ой, ну что здесь такого? Вы православные фанатики. Вы закоснели в своих догмах. Что ты мне навязываешь? Ну он так ростиком пониже меня, я на него смотрю, ну как так можно? Он говорит, ну что ты мне? Я хочу, да, я когда хочу, Богу помолюсь, Богородице помолюсь. Что ты мне навязываешь? Хочу помедитирую. Я вот думаю, может быть, нас будет смотреть. Как к такому, простите, болвану, который в хоре уже 20 лет поет, объяснить, что христиане не может ни йогой, ни медитацией, ни астрологией, ни прочей вот этой гадостью заниматься. Доказывать не надо. Надо, я еще раз говорю, канун просчитать. Уже все доказано. Вот 4-й Вселенский Собор, 630 епископов. Тебе что, не по мозгам скажи? Это не сегодняшние епископы. Ну если 600, у нас 600 священников собрать-то трудно. Епископов всего мира. И вы начинаете крутить, вертеть. Зачем, когда ты не должен в храм даже заходить? А вот он говорит, думает, а медитация... У нас был один, занимался айкидо. Айкидо, да, да. Да. Ну и дочка крестилась, а его не допустили. Он сам преподаватель языка английского. Пока он это не бросил, пока не дал обещания. Еще на один год отложили крещение ему. И все. Вы, кстати, в точку попали. Этот Артемий как раз айкидой занимается. И причем перчей православного храма. Вот такой парадокс. Это у меня батюшка был, мой брат. А да, отец Айкин, знаю. Отец Айкин, привет вам. Привет. Здравствуйте. Знаю вас. Прошу молиться за меня. Помените меня. Потеряйте. Поехал. Неделю там, а неделю... То есть воскресенье. Да, знаем. Вы должны знать точно. Вот вас задерживают на дороге. Вы нарушили правила движения. Это движение наше идет в царство небесное. И милиционер не будет тебе объяснять. Ты проехал на красный свет. Да у меня жена рожает. Ты проехал на красный свет. Ему не поможет не то, что он спешил куда-то или не заметил красный свет. Он нарушил. И поэтому он должен ответить за это. Так и здесь. Нарушено правило. Причина тем более оправдывает, это уже все. Эпитимья. Под эпитимью война там, конец. Не привыкайте спорить. Спорит, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Написано, спорили с апостолами. Но не написано, что апостолы. Спорили со Христом, но не Христос. Я отвечаю, он не принимает. Я отвращаюсь от него. От тряси по прах от ног и на этом ушел. Ну я понимаю, а как вот, когда он за деньги наймит, в хоре поет? Потому что все-таки для него финансовая выгода. Вот как объяснить такому человеку? Потому что он же совращается к других неокрепших. Закон для всех. Это надо сказать священнику. Если не поможет нисколько, значит, пройти выше по инстанции. Ну, конечно, не рукоприкладцем заниматься. Объяснить. Это несовместимо с христианством. Тем более, как в хоре. Да, было у меня и рукоприкладцем, но я думаю, да. Ну, я думаю, бессмысленно, вы правильно сказали. Потому что попаду священникам. Это нельзя делать, нельзя. Не только мудрость. Одно. Сказать слово. Нам слово дано. А оно сильнее удара действует. Просто некоторые у нас священники такие, ни рыба, ни мясо. Вы помните, об этом уже с вами говорили, что они скорее продадутся сами в берега бегут, если денежку дашь им. Такие священники есть. Вот Рафаил Берестов этот, иеросхимонах, то он и говорит об этом. Потому что многие у нас архиереи, там, они продались Амасаду, продались ЦРУ. Они масоны. Давно масонами стали, и мы будем слушать их. Если они вопреки. Я завтра утром буду объяснять, мне сегодня много вопросов уже задают, о поездке патриарха, встрече с папой. Кстати, вот этот вопрос вы и хотели задать, ребятам просили. Завтра утром я буду объяснять, потому что они у меня уже вошли в реестр. А вкратце, можно сказать вкратце, потому что этот вопрос стоит, вот как отнестись? Отец Андрей Кураев в своем ЖЖ написал, что это экуменизм, что это конкретно. Вот сейчас новая у него вышла статья, он как раз сказал, что это экуменическое было движение. Видите, понимаете, само слово экуменизм еще требует расшифровки, что в него заложено. Вот понимаете, мы когда говорим, а церковь была ли на Ветхом Завете? В том понимании, как мы говорим, ее не было. А Давид говорит, посреди собрания, возвещу имя твое. Собрание это и есть экумена, это собрание. Разве это плохо? Это хорошо, но что за этим кроется? Папство? Ну, короче, сказать так, на нашем сайте, вы его знаете? Да, 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 конечно. На сайте, там есть такая книга на первой странице у меня, «К истинному православию», я 40 лет материалы собирал. И там есть три статьи, она называется «Человеку убийства и ложь Ватикана», а вторая «Гордость папства». И далее о Фатимской написано «Трагедия или надежда». Вот три, три статьи большие, просто посчитайте, как они поступали, как с русскими, какие правила у иезуитов, могут ли они быть другие. Там все написано, данные, цифры. Я работал очень долго с темой католицизма, поэтому мне ничего не надо отвечать, я просто показываю. А патриархи сейчас не надо ничего судить, только молиться надо. Они договорили, тайно зашли и ничего не опубликовали. Но в делах это проявится. Если это был грех, если он что-то продал первородство свое, под папскую туфлю полез, выявится это дело и с него взыщется. А сегодня ничего не надо говорить. Надо благословлять патриарха и молиться за него и за папу. Ну я еще лет 16-17 тому назад слышал, что патриарх Кирилл, он же духовное чадо этого Ротарова, Никодима. Никодима. Да, что он и всего католик, и Ротаров был, как его я забыл, Ротаров, да, по-моему? Ротов, Ротов. Ротар, да, или Ротар. Никодима я читал немного и видел, что он, понятно, кто из какого лобби, что этот человек является тайным кардиналом. Да, 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 он кардиналом был. Можно к следующему вопросу переходить? Да. Священник Дмитрий Дудко как-то говорил, что один из его духовных чад, не русского, какого-то татарского происхождения, хотел жениться на славянке русской девушке. И отец Дмитрий Дудко сказал, что нет, да, ты принял православие, но женись на своей, ну, желательно, татарке. Он был татарин. И также Дмитрий Смирнов тоже является противником, так, этнических смешений. Вот ваше мнение по поводу этого вопроса. Мне просто задали неязычники этот вопрос. За чистоту борются. А вы знаете, что в природе по плоти у Христа были язычники? Ну да. Ну да, только разословно это выстраивается. Руфь-то кто такая пришла? Мавитянка? А, Руфь, да, Руфь она не была еврейкой. Ну, а она Давиду-то кто была? А он Иисус, сын Давида, помилуй меня. Так еще Рааф, там Рааф упоминается. Да, да, да. Но если из книги рук... Это не мешает в Ветхом Завете, не мешало, когда иудейство принимали. Тем более у христиан нет ни Иудея, ни Елена. Это ни на чем не основано. Если она обратилась, она стала христианкой. У христиан вообще этого нет, это чистоте крови. Это нацизм. А то у Гитлера, а не там Гиммлер все это вымерял на сына, перепонки. А можно мне с вами и высказать? У нас был такой великий русский философ, писатель Иван Эльин. Он разделял нацизм и национализм. Он говорил о нацизм, как национал-социализм, ненависть, ну, человеконенавистничество. И национализм выше этого проявления. Это как христианское самопожертвование. Вот у него статья хорошая была о рыцарском духе. То есть это любовь к своему народу, что нельзя отрицать. Это как бы уранополитизм. А любовь за счет чего? Любовь к своему народу, к своему роду, что не должно быть. За счет других народов, за счет других какого... Нет, 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 ни в коем случае. Иван Эльин, если вот читать статьи, это уже покойный великий философ, Путин на него, кстати, ссылается. Он именно пишет ни в коем случае. Он пишет, пусть цветут все цвета, но при этом, чтобы наш... Ну, как бы, грубо говоря, я перефразирую, чтобы наш цветок не затоптали. А так ради Бога. Не надо. Царь Николай. Второй. Катализированный. У него русской крови, да этот Качев сказал, не больше трех процентов. А у Алешки полтора процента всего только было. А можно поссорить, Григорий Тихонович? Можно немножко добавить насчет царя? Да. Царь же был, как сказать, датская, германская кровь. А если судить по Библии, то это потомки Афета, то он был вполне русским человеком. А я бы ткачевым не стал слушать, потому что это провокатор, на мой взгляд. Я уже вам рассказывал свое мнение. Но жена у него была немка? Ну, германцы, славяне, это потомки Афета. Понятно, чисто кровная немка. Чистокровная немка. Была она там англиканка, перешла сюда. Она православная и вискат. Я понимаю, что вместо Алисы Александра. Но как Фридрих мог Федоровичем сделать? Федором, непонятно. Он же не крещение принимал. Александра Федоровна. Ну да. Он ее Федором никогда не был. Фридрих. То есть мнение священника Дмитрия Дудко, что... Ну, вот я скажу свое мнение, что, наверное, желательно при такой агрессии, которая идет на наш народ, то желательно, на мою точку зрения, что, конечно, желательно нашей девушке не давать им повод, чтобы они выходили замуж только за своих. Потому что, знаете, если взять людей из ислама, они как делают? Они женятся на русской, на славянке. Это вот сейчас статистика показывает. Я как исследователь могу сказать. 75% развод через 5-7 лет. Они попользуются нашими девушками и бросают с детьми. Я об этом хотел сказать. Это другой вопрос. Вы же про это не сказали. Я ответил, что он стал настоящим христианином. Настоящим христианином еврея. Тогда мы даже еврея подтвергнуть не допускать. Да ни в коем случае. Я немножко о другом. Чтобы мы сохранили себя, а не потому, что против кого-то. Чтобы при всей этой агрессии, которая идет на народ, она очень сильная. Игнат Тихонович, поверьте, что вы поняли меня. Просто я сослался на Дмитрия Дудко. Я вам ответил, что в христианстве не имеет это никакого значения. Но желательно, чтобы были они свои. Раз они бросают, и проще ей показать, как опасно ходить за мусульманина. Вот я об этом хотел, что желательно, как Дмитрий... А как говорите об этом? Об этом говорил священник покойный Дмитрий Дудко. Об этом же и говорит Дмитрий Смирнов. Когда ему задают вопрос. Вот там звонит какая-то такая русская в кавычках, православная в кавычках. Ой, батюшка, я там это... у меня сын там... А он ей говорит, кто тебе виноват? Ты должна выходить замуж за христианина и за своего, славянина. И не будет у вас этих проблем. Я только об этом хотел сказать, не впадая ни в какие крайности. Чтобы все-таки наши девушки выходили замуж за своих и были православные. Да не будут они такими. Мы с вами говорим, а мы это время пока говорили, их, может, сотни уже туда улетело. И не куда-то за игиловцев. А дети рожаются бесноватые и мертвые. Ну, как говорил Иван Александрович Ильин, будем бороться за свой народ. Может, следующий вопрос? Она не будет слушать. Никак. Потому что, вот он идет на базаре, он, турок, винит русская женщина, но еще так моложа. Он поговорил с ней, как, почему ты на базаре стоишь, а где муж? Да муж пьяница, я его кормлю. Дети ездят, один сын, сыну там лет 15. Он раз поговорил, другой рассказал о себе, еще раз поговорил. И она уже открытыми глазами на него смотрит, не из-под лоби-то. И он ей предложил. И она уехала туда. А теперь с ней встречается корреспондент. Она говорит, я у него четвертая жена. Я поняла, как-то хорошо, когда несколько жен. Вот, говорит, в шкафу висит его костюм. Каждую четвертую ночь он ко мне приходит. Сын там, ну, сына неизвестно, будет нет. Да будет он мусульманином там, мамлюк какой-то вырастет. Почему? Да потому что муж пьяница. Она говорит, я впервые вздохнул и нормальной жизнью живу. Никто ее не бьет там. Мы сами подталкиваем их к этому. Печально это очень все, печально. Но я бы не подталкивал к этому. Это очень трагедия печальная. Прям даже как-то так, прям мне тяжело об этом. Думаешь, что так продажно, что революция, 17-й год, все эти Сталины, Берии, Бронштейны, Ленины, что они сделали с нашим народом. Потому что мы уже с вами говорили, уже даже не один раз, что наши традиции, ну, как вот старобрядцев, кто потомки старобрядцев, традиционных. В высшем, в хорошем смысле этого слова не было всего этого. А сейчас, конечно, творится просто... Когда вы упомянули о нацизме, сейчас идет именно нацизм на белый мир. Об этом говорят специалисты далеко от всякого расизма. Они даже подчеркивают, мы говорим без всякого расизма, что сейчас идет этническое уничтожение. Людей, потомков и афетов, если говорить по Библии, которых Ной благословил. Можно переходить к следующему вопросу? Давайте. Вопрос о власти священника. Потому что сейчас многие священники встали вровень Папе Римскому. Допустим, если кто-то ему говорит, а я сказал, или, допустим, а я благословил, как относиться к благословению священника, что есть священник и его благословение? Вот ваше мнение. Святая Библия. Во свете Библии надо все смотреть. Почему Феофан Затворник говорит? А священник говорит, я благословляю, а Бог говорит, я не благословляю, то что будет утверждено на небе? И весь ответ. Почему Иоанн Затворник говорит, избирай пастыря, не избери волка? Вот весь сказ. Ну, допустим, я уточню. Допустим, бывают такие случаи, когда разговариваешь с друзьями. Вот у меня много знакомых, когда они были просто ребятами, стали священниками. И какая-то ситуация происходит, и женщина одна приходит и начинает рассказывать. Вот, он мне сказал, я тебя так благословил, я тебе благословил такой кафе считать, я тебе сказал, туда идти. Я говорю, стоп, стоп. Вот здесь я согласен с профессором Осиповым, с Алексеем Ильичем, который говорит, если тебе священник приказывает, беги от такого священника. Священник тебе может советовать, но ни в коем случае не приказывать, не говори, делай его так и делай его так. А в священстве сейчас есть такие тенденции, когда они как папы римскими становятся, когда они начинают приказывать. То есть я сказал, я благословил, а кто ты такой? То есть что, папа римский или Христос? Вот я об этом хотел спросить у вас. Есть особые места Писания, нужно знать законы, где по велительном наклонении говорится, и он должен быть как власть имеющий. Говорить, что я твой духовный отец, и поэтому я тебе не только не советую, а я запрещаю. И апостол Павел об этом говорит, заклинаю пред Богом. Зачем бы он это говорил? То есть где-то надо советовать, а где-то надо применить свою власть. Я запрещаю. И если ты не послушаешься, последствия будут вот такие. Иногда приходится и так. А не так, что вот отец дома. Отец дома уже иногда... Я сказал, чтобы позже девяти не ходил. Девчонка, чтобы одна из дома не выходила. Я не так, я тебе советую не выходить. Он приказывает. А дальше наступает уже ответственность за это. Священнику дана власть. Поэтому он отвечает. Почему Иоанн Затаус говорит, что если одна душа, одна единственная, погибнет по твоей вине, о, священник, тебе всей жизни не хватит. Кое-где он просто обязан, должен сказать, я запрещаю вам ходить на такие-то сборища, там сатанисты собираются. Они просто советуют. Запрещать может тот, кто болеет по-настоящему. Поэтому в священнике надо увидеть друга, брата, пастыря, отца. Если он таким не является, помочь ему стать таким, если можно. Я тогда по поводу священников еще немножко уточню. Бывают, знаете, какие случаи? Если это человек духовно опытный, если человек грамотный, знает каноны, знает священописание, знает святых отцов, у него есть какой-то опыт. А сейчас у нас такая пошла тенденция. Об этом Иларион Алфеев, митрополит, пишет в своей книге. Ну, я вам присылал, увидели. Где он говорит, что порой руку полагает юнцов, там, ну, 20 лет, 25. У меня даже вот знакомый был. Его в 19 лет руку положили. У меня сегодня был старше на несколько лет. Ну, года на 4. А в 25 лет он уже из сана ушел, потому что второй раз женился. И он такие глупости говорил. Ну, просто, он, во-первых, даже Евангелие, мне казалось, не знал. А всем тыкал. Приподходит к нему бабушка, Маша Одногостка, 77-летняя, прихожанка, причем человек с богословским образованием. И он говорит, а я тебе так сказал, а ты так делай. Она подошла к другим, по-на-морям, священникам, говорит, ну, говорит, вы с этим юнцом разберитесь. Он неадекватный. Он мне утыкает и приказывает. А я его помню, когда его принесли в храм у младенца. У него дед священник. Как относится именно к таким священникам, у которых папа Римский взыграл, прошу прощения, в одном месте, когда они ничего не хотят случить? Ну, вы сказали, рукоположен 19 лет. 14-15 правила 6-го Вселенского собора говорит, что если рукоположен раньше 30 лет, да будет извержен. Извержен, и весь сказ. Я знаю. И к нему не подходить даже. Он антиканонично поставленный. У него ничего и нету. Вот я об этом не подсказал. И все оценки еще не значили. И весь сказ. Перейди к тому, который в совершенных летах. И ты видишь опыт. Как он может говорить, когда ничего не пережил? Я очень хорошо знаю таких. У них, особенно если еще с сензорским этим миссионерским отделом есть, они делаются как бешеные, сумасшедшие совершенно. Ну да. Юнцы. Я вот про это хотел сказать. Юнцы, которые не имеют никакого опыта. Я только про это хотел. По поводу 30 лет я знаю. Я сам противник. Я с вами полностью согласен, что священник не раньше 30-ти. А про этого парня, который я вам говорил, он был 19 лет поставлен в дьяконы, а в 20 лет в священники. А в 25 лет он ушел из священца, потому что второй раз женился. И сейчас он под запретом. То есть вот такие трагедии, когда рукополагают всякую, прошу прощения, прошу прощения, всякую, ну как бы сказать, помягчину, нехороших людей. Когда они вчера там пили, курили, гуляли, а с улицы забежали, сейчас их штампуют, штампуют, штампуют. Я еще помню, в 90-х годах, когда я был маленьким, этого не было. А вот с властью патриарха Кирилла сейчас штампуют епископов, штампуют священников. Откуда они их берут? Ты порой видишь человека, который там 5-6 лет назад вообще был нехристианином, и сейчас он становится священником. И меня это удивляет. Священники пошли всех, кто не умеет работать. Парторги бывшие, партийный организатор. Идут люди, которые работают вообще никак. А почему? Да он не знает, он приспособился, чтобы там что-то иметь, и больше ничего в этом нет. Ничего не надо говорить, отойди от него. Это достаточный повод. Он поступает вопреки Слову Божию. Дальше это... Я всегда говорю, надо идти по инстанции. Это явное нарушение, значит, епископ, никак не зазирать. Но это надо видеть. Я просто в общее говорю, а надо конкретно. Вот зрители узнали, что он там мужеложник. Он должен быть извергнут и извергнут навсегда. И нужно добиться... Надо доказательство, чтобы это не было клеветою. А бывает по-напрасному. Как у нас в народе говорят, в насерку. Да, бывает так, а бывает, знаете, Игнать Тихонович, когда человек в открытую говорит. Я просто... Опыт имею большой, как вы сказали, миссионерский. Ну, в миссионерский в том смысле, что я хорошо изучал внутрицерковные проблемы. И я знаю случаи, когда ты приезжаешь в разные там эпархии наши, русско-православные церкви, даже за рубеж, в США куда-нибудь, и тебе говорят, а вы знаете, вот это в открытую, не стесняется. И все знают, и молчат. И ты говоришь, ну, как это так? Бейте его просто, или гоните его вилами там. Вставайте. Александр, в Житие Святых говорится об этом неоднократно. И делается вывод. Не верь, когда не увидишь, а когда увидишь, и тогда не поверь. Он видит, творят блуд. И он и ногой пнул, да сколько же можно... А лежит два снопа, никого больше нету. Дьявол посмеялся. Вы знаете, Костяном Новгородским был архиепископом. Видели, что у него заходят, то ленточка лежит, то возле кельи, видно, что каблуки женские были. Одна же подходит, она растрепанная, выскочила, лохудр, и за келью, а не за ней, но она убежала. Это демон. Дыра, нырнул под землю. А они его, ни слова не говорю, знаете, на плод посадили его, а плод поплыл против течения. Теперь прости вообще, да пошли вы. Игорь Тихонович, я согласен, что и такие факты есть, и фейки есть, и клевета есть. Я полностью согласен. Я, знаете, как по нашей русской пословице, ни один день в этой теме, хотел сказать, но потом, ни один день уже со всем этим слежу, ни один год даже. Безусловно, есть моменты, когда человек или оклеветали, или когда человек является не тем, что о нем говорят. Вот, к примеру, с вами, когда мы видим многих, даже достаточно грамотных, нормальных людей, как, ну, на мой взгляд, вы, наверное, сейчас сбунтуетесь, как Александр Леонидович Дворкин, у него в ходу некоторых сектантов хорошие сказки, но не везде. А по поводу вас я полностью не согласен. Я могу сказать ему даже в глаза кому угодно. Я прямо могу сказать. И многие, кто меня знает, знает, какой у меня характер. я по-русски могу сказать. Хорошо. Вот. Я насчет вас не согласен. Что есть факты по поводу лобби, когда они клевета, а когда конкретные люди, они прямо говорят, да, я вот являюсь таким. Он является священнослужителем. Я лично сталкивался с такими, которым я говорил, что Боря Моисеев хороший исполнитель, что он ходит в клубы для таких. Я ему говорю, браток, а ты не попутал организацию? Не мешало бы тебе куда-то уйти отсюда? Все-таки здесь ты или определись, или монахом становись, хотя он, или женись. А если ты имеешь наклонность, если имеешь какие-то связи, то пошел он в церковь. Он говорит, а что ты сделаешь? Епископ меня не уберет, митрополит меня не уберет, у меня везде связи. Я лично знаю такие случаи. И о чем пишет отец Анталий Курайф, это правда. То есть, сталкивайся с этим. И не раз. Так, тема уже закрыта. Мы сказали, ловить я его не буду, к нему я не подойду, и весь сказ. Хорошо, хорошо. Я перехожу. Это патриархи Пиларети, которая там, Денисенко, на Украине. Да, да, да. Какие доказательства и прочее, я не вникаю в это дело. Но внутренний мой голос говорит, я к нему на исповедь не пойду. Хорошо. Игнать Тихонович, я вас понял, переходим к следующему вопросу. О Александре Солженицыне. Вот мы в прошлый раз с вами говорили о Николае Старикове, так называемом православном, в кавычки, «сталинисте», который, говорит, Ленин был плохой, Иосиф Джугашвили, который с нашей точки зрения был упыль, он был хороший. Вот он говорит, что якобы читал Александра Солженицына все его книги «Архипелагулага». Правильно я говорю? Что якобы все это фейк, что это он все насочинял. Вот ваше мнение. Когда сталинисты говорят, что якобы Сталин чуть не святой и что пишет Солженицын, это фигня. Просто сказать все. Святой – сатана. Элеодор писал об одном человеке. Святой черт, так и это. Солженицын написал то, что было. У него 300 свидетелей только было, которые приходили и говорили, как сидели. Я маленько захватил ГУЛАГа и скажу, каждое слово его истина, проникнуто жизнью. Что разрушило Советский Союз? Перестройка и архипелаг ГУЛАГ. Вот и все. Полностью согласен с вами. Более того, мне очень нравится высказывание Александра Александра Александровича, когда он говорил, что мы должны сохранить наш народ. Я полностью согласен и с вами, и с Александром Солженицыным. То есть все эти сталинисты, там, Парахановы, Стариковы, Федоровы и так далее. Их много. То есть это, когда они проповедуют этого упырячу Гашвили с этими пентаграммами, со всеми эти сатанинскими силами, все это мракобесие, мягко сказанное. Можно перейти к следующему, да, вопросу? Да. Вот вы, по-моему, вот недавно вышел ролик, где вы критиковали длинные волосы, и получается один камень в мой огород. А как же Христос на иконах с длинным волосом? То есть как бы образ для нас, что Господь был длинные волосы носил? А где это написано? Про длинные волосы? Ну иконы пишут, иконы же у нас по книгу писания есть. Да иконы что говорить? Кто видел? На всех иконах Христос разный. Нигде этого нет иконы. Иконы это не доказательство. Доказательство Слова Божия. Иконы. Иконы какие угодно можно написать. Сталину не нарисовали. И что иконы? Святой Сталин. Ну, есть же по книгу писания традиция, предание, или мы предание не должны воспринимать? Какое предание? Какое предание? Откуда оно идет? Ну вот, множество свидетельств, что якобы там Христос был ливен волос, голубоглаз. Можно встретить у языческих описаний. Вот и книга, по-моему, Тихон Шев. Я в это не верю. Потому что никаких документальных источников нет. Ни одного вообще нет. Еще Тацет об этом Принни-младший пишет и Осип Плавин. Но об этом не упоминает и не надо говорить. У нас четыре свидетеля оттуда есть. Первому веку к началу второму относятся. Они его в глазах Христа не видели. А только от христиан. Христос не был Назореем. Он не Назорей. Он и от местности назывался. Ты вот живешь в Петербурге. Это Петербуржец, Москвич, Барнаулиц. И Назореем, говорит, нарисуется. А он пил вино, а Назореев в рот вина нельзя было брать. То есть традиция сформировалась. Вот отец Яким, батюшка, ваш брат с длинным волосом. И многие священники как бы традиция у нас, что мы должны быть длинного волоса. А традиция не рассуждая. Я говорю о свете Святой Библии. Никаких доказательств нет. У Яна Златоуста, посмотрите, на всех изображениях стрижка под бокс. У Никола чудотворца. Мы знаем, когда это пошло. Еще 300 лет назад в России не было длинного волоса священников. Это вот последние годы, там, последнее столетие они эти мучаются. мучаются. Ну да, волосы аж помыть, то ли ты когда с короткой стрижкой, я порос помнил. Волосы, они не должны плеч касаться. Сантиметра два на этом все. Я вам показывал, как у нас ребята. Ну да, ну просто иногда хочется... Посмотрите, как Иларион Алфеев. Какой у него волос? Ну я, Игнать Тихонович, к Илариону Алфееву раньше относился, когда он был иеромонахом, когда он писал книги. Я нормально относился, но меня один раз задело, когда он, по-моему, был священником в Литве, по-моему, в Латвии, не помню, ну вот, в прибалтийских странах. И у него было первое высказывание русофобское, такое негативное. Он поддержал практически курлянский этот сепаратизм. И меня немножко оттолкнуло. А потом, когда он стал митрополитом, он полностью многие свои позиции поменял, потому что я многие его книги читал, и после этого я к Илариону Алфееву отношусь сдержанно. Факты есть какие-то интересные, читаешь, берешь, но он уже не является каким-то серьезным авторитетом после того, как он многие позиции свои поменял. Я знаю, когда он был у митрополита Антонио Блума, скандалы там его, что даже Владека попросил его немножко так. Он же при жизни там был в Англии, при владыке митрополитии Антонио Сурушском. И как бы я немножечко к нему сдержанно отношусь. А у патриархи Кирилла какой волос? Ну, я понял вас. Патриархи Кирилла волос, да. Сейчас носит короткий. Можно к следующему, вопросу переходить? Вот вы, я часто слышу, как вы реагируете на ваших улителей, которые на вас часто нападают, и вы говорите, вот они бесноватые из-за того, что причащаются. Знаменитый есть наш русский, русский белый эмигрант, парижский богослов. Вы же знаете, да, парижское богословие, богословие, которые в Свято-Сергиевске парижские организовали, в котором митрополит Антоний Сурушский учился. Ахимберт Киприан-Керн в своей работе евхаристия, он наоборот как бы ратует за причастие. Вы читали? Киприан-Керн и евхаристия. Я приводил уже не один раз к этой теме возвращаться. Иоанн Златоуз говорит, не приветствуем несчастное, не редкое, а готовность. Иные причащаются в два года один раз, Иоанн Златоуз говорит. И все об этом. Он считает, существует правило в русских, какие каноны надо прочитать, пойти на исповедь. А сейчас не думает, как подошел, как будто сухарик Серафимов съел. Вы считаете так, причащайтесь, но недостойно причащайтесь, принимает в себя не жизнь, а смерть. Многие больные немало умирают. Потому наказание было, отлучение. А за то, что человек редко причащается, ни одного человека за 3000 лет не отлучали. Это и так понятно. У русских всегда причащались четыре раза в году. Всегда. Так хранилось у старобрядца Белохреницкой иерархии и Новозыпковской. Вы считаете по-другому делать? Я же не наставил, я просто отвечаю. Нет, нет, Игнать Тихонович, опять я немножечко неправильно понял. Я ни в коем случае вас не критикую и ни на чем не наставила. Просто в этом замечательном богословском труде Архимандрит Киприан Керн описывает историю. И если подойти к грамотным богословски, отчасти он с вами и соглашается. Потому что мы знаем примеры. Я вас, знаете, видимо, я заму как-то слишком высоко начал говорить и меня немножко не поняли. Я наоборот вас хотел поддержать. Я хотел сказать, что люди, которые пренебрегают серьезность, они порой действительно ведут себя как бесноватые. И порой им будет действительно во зло все это идти. Там Архимандр Киприан Керн как раз описывает, там он историю берет, что раньше вообще приходили, как причащались. Первые христиане не пришли и сразу причащались. Они ели все. И не было такого. То есть надо отнестись, если мы уже сформировалась у нас каноника, сформировалась традиция, что относились серьезно. А то мы знаем случаи, когда священники тоже по, как вы правильно говорите, по плоскому безумию начинают благословлять чуть не каждую неделю. И человек как одержимый. Давай, давай. А все-таки это должна серьезность. Для чего ты причащаешься? Ты должен понять, осознать, что это очень серьезная вещь. Что действительно иногда люди в осуждение себе причащаются. просто труд очень интересный архиментарь Киприанкер и Евхаристия. Мы все, мы договорились. Слушай, по обновлениям. Да, я понял вас. У нас все причащаются четыре раза в году. Понял вас. По сегодняшний день князь Владимир принял и по-другому никогда не было. Что доказывать тут? А принял от Греции, значит, и у них так же было. А что чаще причащается, чаще исповедуется, это попам, чтобы власть иметь? Да, надо. Я... Кстати, из этого вопрос выходит. Немножечко он будет похож с предыдущим вопросом. А благословение священника, когда он может прикрыть все, что угодно? Бывает у нас случаи, когда священник прикрывается благословением. Я повторяюсь немножечко, что я вот сказал. То есть все, что угодно. Как относиться, когда священник, допустим, там благословляет иди в монастырь приказным тоном. То есть, когда не ведущийся, ну, как это сказать проще, ну, когда просто поповское безумие, когда он делает и своей маленькой паству, секту. То есть, вот вас он может приказывать там, где грех. Вот допустим, он знает, что там бесовщина идет. Он сказал, я тебе не советую сказать, я тебе запрещаю туда идти. Запрещаю, прямо в повелительном наклонении, чтобы сказал. А идти в монастырь или что-то, это выбор. И выбор, страшный выбор. Он приказывать не может. Это уже, не знаю, какой-то священник приказывал бы идти. Это выбор жизни и смерти. Выбор жизни и смерти. Или идти в монашество, или тебе голову отрежут. Ну, это, дай сказать, это прийми монашество уж, чтобы голову-то не отрезали. Да, просто вот хотелось как раз ваше мнение услышать по этому поводу, что просто я вот общался с одним частицом, у меня знакомый есть. Я, наверное, имя его не буду называть, потому что у нас будет много людей смотреть. Он мне рассказывал такую ситуацию. Он в таком храме работал, захудалом, таком дальнем. И священник ему сказал, ты, он начал, привел, он такой, очень благочестивый парень. Я просто радовался, он благочестивый. И он говорит, я хотел жениться, хотел, чтобы все мне было как положено. Привел к священнику девушку. А он говорит, я тебе сказал, нет. И ты не спасешь, если не будешь меня слушать. Я ему говорю, подожди, друг, как он тебе может так приказать? Он говорит, вот так. Вот как относиться к таким безумным священникам, которые говорят, убери ее, не женись. Я сказал, что ты должен быть такой, и потом монастырите. Мой там старец меня так благословил. Вот таким. Улыбнись, если она тебе нравится, любовь есть. Она истинная христианка, и ты знаешь, что тебе таланта не дано, то нежели разжигаться, лучше жениться. Женись, плоди детей, воспитывай для Бога, и весь сказ. А потом, и весь к нему порадуй, посмотрите, батюшка, какая у меня хорошая невеста, какую Бог дал мне спутницу жизни, подругу жизни. Да мало-то еще сказать, вот я и дети мои. И священник он увидит, не может он быть, чтобы совсем уж отвердел-то. Потому что Анания, Анания сапфирой пошли дурным путем, оба погибли. А при Скилла и Акилла, Андронике Юния добрая пара была. И церковь канонизировала тех и других. Ну не, не Ананию сапфирой, а о котором говорю. И весь сказ. Да об этом не надо говорить. Он сказал, да только делов-то. Сказал, да и сказал. Я просто хочу уточнить, что этот чтец, он был в отчаянии долго. Я говорю о человеке, который, ну, чтецом работает, мой знакомый. Он был в отчаянии. На сегодня хватит, наверное, уже вопросов. А я хотел описание. То есть уже все, да, сегодня? Все, а то много будет. А, ну хорошо, да. Через две недели, тогда понапишите мне, и тогда видно будет. Да у меня еще вопросов полного записали еще. Какой вопрос? А можно... Срочный вопрос какой? Один по писанию, еще раз уточнить, про рабов прочитать. Зачем? Ну, нет, я говорю, по писанию можно еще один вопрос уточнить? О рабах я ответил в этом. Раб это в положительном смысле от слова работать. Работать. Рабочий идет на завод. Он раб. Раб обязан приходить. И там рассуждать нечего. Они совершенно невежественны, неграмотные. С ними рассуждать не надо. Им только возвести истину, отойди. Еще вот так родноверные... Язычники, обыкновенные язычники. Неуязычники, да, неуязычники. Они нового... Они с ними разговаривают не о чем. У них нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Какие-то книги. Какие книги? Если было бы что-то ценное там у России, это обязательно бы записали. Клинописию, и то писали. А у них вообще ничего нигде нет. Да говорят, уничтожили. Ну, значит, туда и дорога им. Ну, по поводу неуязычников, я могу сказать, я изучал весь их бред. Я и Велесову книгу изучал, и Кочун и Финиста, и Славяно-Арийские бреды, то есть Веды, и удар русских богов, и Игры богов. Я могу сказать, что это проект масонский, потому что там все на антихристианстве построено. Это чисто иудейский масонский проект. Это старики смеются над молодежью. Никаких книг нету, это вся выдумка. Нету книг. Ни одной книги нету во всем мире. Это они врут. Это Левашова, там Твердохлебова, Петров, Константин, там это все, генерал. Ну, все пока на этом, Александр. А, ну, Христос воскресе. Слава Христу. Слава Иисусу Христу. Во веки слава. Спасибо. Слава Христу. Отключайтесь. Отydi. Отдай.